Тула похожа на Орландо? Да, наверное, на Орландо похожа. Вот это дороги, да, тоже яркие краски, солнце постоянно. Ну, кстати, хороший город-то, Тула. Орландо-то? Нет, Тула. По сравнению с Ханты-Мансийском-то. Вообще красота. Ну, Ханты-Мансийск, это тайга. Да, и тут хорошо. Ну, а есть этот Дисней парк в Туле? Нет, торговый центр есть. Привет. Нападающий Михаил Шалагин стал новичком Металлурга и теперь очень интересно, как с ним сработает Андрей Разин. Шалагин очень техничный хоккеист. Разин таких любит. Каролина выставила на, безусловно, драфт отказов нападающего Александра Пашина. И теперь ему придется играть в КХЛ за Спартак. Уйти оттуда невозможно. Очередной скандал в Спартаке. Клуб нашел юридическую лазейку и теперь предлагает своим ограниченно свободным агентам такие контракты, которые не позволяют рассчитывать на оффершит. Например, Цыплакову предложено двустороннее соглашение на огромную сумму. Ему будут платить 90 миллионов в КХЛ, но лишь 9 в ВХЛ. Получается, что если кто-то предложит оффершит, то ему придется отдать примерно 200 миллионов за игрока. Это не соответствует рынку. Но и зарплаты в 90 миллионов у хоккеиста не будет. Например, Максима сразу отправят в ВХЛ на зарплату в 9 миллионов и будут настаивать на переподписании контракта, если он не захочет играть в низшей лиге. Короче, красно-белые скорее уничтожат хоккеиста, но не отдадут его никому. Такое касается не только Цыплакова, но и Мальцева, Талалуева и некоторых других игроков. Формально Спартак не нарушает никаких правил. Но ситуация откровенно некрасивая. Впрочем, от менеджеров клуба мы другого никогда и не ждали. Отношение к игрокам там как к мусору. И если бы не Жамнов, то вряд ли бы кто-то играл в этом клубе. При этом свободные агенты получают неплохие деньги, так как клуб лишен возможности их шантажировать. 40 миллионов зарабатывает Миронов, почти столько же Вишневский. Цыплаков много сделал для клуба, чтобы с ним не обращались подобным образом, но менеджерам совершенно наплевать на это. Видимо, Максиму придется уехать за океан. Хотя, может быть, он пока не чувствует в себе силы играть в НХЛ. Автомобилист переподписывает контракт со Стефаном Декостой. У него было соглашение, но его расторгли и подписали новое. Спасибо за сезон. Локомотив заключил контракт на два сезона с фротарем Алексеем Мельничуком. А еще один голкипер этого клуба может выиграть крутой титул. Объявлены номинанты названия лучшего вратаря КХЛ. В списке нет сенсаций. Главные трофеи могут выиграть Исаев, Набоков или Фукале. И каждый из них достоин титула. Например, Исаев довел команду до финала. Да и вообще, ярославский голкипер показал себя с лучшей стороны. Он стал более надежным, стабильным. Фактически провел сезон без провалов. Отлично сыграл и в финальной серии. Никто не виноват, что его партнеры никак не могли забить Металлургу. Зарк вдохнул жизнь в трактор. Он не только помогал на льду, но и в раздевалке создавал нужную атмосферу. При этом Фукале реально много спасал, учитывая определенные проблемы команды в обороне. А уж его великолепный хоккей помог клубу пройти два раунда плей-офф. Все прекрасно понимают, что травма вратаря поставила крест на перспективах трактора пройти локомотив. Но вряд ли оба вратаря помешают выиграть титул Илье Набокову. Формально в лиге будут оценивать регулярный чемпионат. Но и там молодой вратарь стал сенсацией. Свой дебютный сезон он продемонстрировал в хоккей высочайшего уровня, помог Металлургу выиграть конференцию, а затем еще и взял кубок. Набоков ведь может бороться за пресс и лучшему новичку КХЛ. И тут у него нет конкурентов. Тренер Сергей Брылин подписывает новое соглашение с Нью-Джерси Дэвилс на один сезон. Он пока единственный российский специалист, который работает в НХЛ. И последнее. Суд обязал локомотив выплатить 80 тысяч рублей болельщице, в которую попала шайба в матче против трактора. Странно, что ярославский клуб не решил все в досудебном порядке. Но этому коллективу не нужны болельщики. До свидания. С ребенком, с Борей. Давай к канцеру что-нибудь сделаем, потому что тебя должны были выбрать на МХЛ. Шапку у него забери. Пришел главный All Star, а? Смешно. Ну, у него одну заберу золотую. Сребряную. У меня есть золотую заберу. А ты купил? Или подарки? Да, мне же выдали, когда ездили. Куртки нам дали, шапку. Куртки оставили? А с савитра? Да. Все оставили. Три рощи наставили еще. Вот ты, то есть, прибарахлился, да? Да.